Всем привет, мои хорошие! С вами Ака Эмири и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Я просто устала настраивать камеру, почему-то мне не нравится, как я получаюсь, но еда стынет, еда не ждет. Поэтому пофиг, как я выгляжу, самое главное, давайте кушать. В этот раз у нас опять суши роллы. Я решила, что каждый раз я кушаю только горячие роллы, в этот раз возьмем какие-то другие тоже, я не знаю точно, это Филадельфия или Калифорния. Я столько ем суши роллов и даже не знаю их названия. Кто тоже так делает, то ставьте лайк. Давайте начнем с моих любимых. Макаем в соус. Вкуснотища! Вкуснотищик попался, знаете, милый. То есть я ему дала деньги без сдачи, а у него не было сдачи, он пошел это все менять. Побольше бы вообще таких добрых людей на земле. Вкусно, но на фоне горячих роллов, вот эти вот, если честно, мне нравятся не очень. Обожаю вот эту вот красоту. Пока я настраивала камеру туда-сюда, чуть не умерла с голоду. Я ждала суши роллов. Три часа, представляете, три часа. Мне сказали, полтора часа вы ждать будете, потому что у нас есть еще и другие заказы. Я сказала, ну подожду, если полтора часа. Привезли через три. За эти три часа, как вы думаете, я сидела, ждала? Нет, я кушала. Кушалась, мечтая о сушеволах. Люблю я мукбанки. И научилась, кстати, палочки держать. Смотрите, как у меня ловко получается. Сглазила, теперь не могу взять. Допонтовалась. Что же взять? Давайте вот такой вот. Пока что, пока есть горячие, давайте кушать горячие. Мне иногда кажется, что они как наркотики. Один раз попробуешь, все. До конца жизни ты хочешь. Хотя бы в неделю один раз ты хочешь. Мне, кстати, вчера написал бренд ювелирных изделий, или как это называется, SoFill. Вообще, я сама собиралась у них что-то купить. И когда они мне написали, я была настолько рада. Они хотят мне что-то прислать. Я это покажу в видео. И они мне это подарят. Ну, они, конечно, это все так культурно написали. То есть, мы просто хотим вам подарить. Они не писали мне, что говорить, хвалить, не хвалить, показывать видео или нет. Просто сказали, что хотят мне подарить. Я сказала, дарите я только за. Единственный момент, который меня напрягает, это наша почта. Как меня раздражают работники нашей почты. Это что-то с чем-то. Посылка приходит с бесплатной доставкой, правильно? То, что ее приносят на почту, которая близка к вашему дому. Это стоит 1 монат 40 копеек. Но в наших почтах принято кидать. То есть, тебе не дают чек, тебе говорят, что с вас 2 моната, например. Вроде бы небольшая сумма, 40-60 копеек, но все равно неприятно. Почему тебя должны обманывать, я не понимаю. И все из-за того, что у нас люди не знают свои права. То есть, никто не требует чек, а надо бы. И когда ты говоришь, дайте мне чек, тебе делают такое выражение лица, что... Типа, ты охренел? Мой вам совет. Если вы заказываете что-то через интернет, и на почте у вас такие проблемы, обязательно требуйте чек. Сколько бы вам не сказали платить, типа налоговая пошлина и так далее, сразу скажите, дайте мне чек, я заплачу. Вот когда вы говорите эту фразу, выражение лица работника меняется кардинально причем. Я не знаю, почему они возомнили, что они могут так делать, и почему нет управы на них. Один раз я заплатила 5 монат за маленькую посылочку. Вроде бы копейки, и не стоит к таким вещам вообще придираться, но просто само осознание того, что тебя обманывают и считают это нормой, мне лично непонятно вообще. То есть, я даже, знаете, как-то стыдно обращаться в какие-то высшие инстанции, что почему вот так вот. Потому что вопрос найти денег небольших, да, то есть сумма небольшая, и поэтому ты думаешь, что и заморачиваться по этому поводу, куда-то обращаться, да ладно. Но я всегда обращаю внимание на такие вещи. Очень-очень вкусные. Я в этот раз, кстати, не просила, чтобы они супер острые не были, но в этот раз они как раз такие, как я люблю. Оказывается, это очень просто держать палочки. Я их не разламывала. Смотрите, легко и просто. С чем это вообще интересно? С крабовой палочкой. Макаем. Господи, иди сюда. Я когда заказывала, я сказала, что мне нужно на одного человека. оператор сказала мне, что зачем тогда вам брать сеты, вы можете взять 8-10 штук. Я сказала, как 8-10 штук на одного человека? Нет, реально, ладно, мы и спать едим много, но мне кажется, 8-10 штук на одного человека, это очень-очень мало. Вот вы сколько едите за раз? Мне кажется, не меньше 15-ти уж точно. Ну, кто ест меньше 15-ти? Может, это мы так привыкли? Они так быстро заканчиваются. Это что-то с чем-то. Вообще, вчерашний день был очень непродуктивный. Я вообще не люблю, когда так происходит. Вот прошел у меня день. За день я не сняла ни одного видео. Ничего не смонтировала. Просто лежала на кровати, как овощ. И смотрела влоги. Вот для меня лично этот день прошел зря. Когда заканчивается такой день, я начинаю сама себя ругать, что вот, Айка, ты ничего сегодня не смогла сделать. Именно поэтому у меня вчера не было видео, потому что я ленилась. Ничего не снимала. А сегодня, умница, я два видео сняла. Сейчас вы смотрите это. И, наверное, где-то в три будет еще про макияж. Я знаю, что много просмотров, скорее всего, это видео не наберет про макияж. Но все равно хотелось мне снять это видео. Я знаю, что это не топчик. То есть, даже 20 тысяч не наберет это видео, 10 тысяч наберет, и то, слава богу. Ну пусть будет. Еще, кстати, вот мне на почту очень часто пишут по поводу рекламы каких-то мукбанг-каналов, сколько это стоит, когда это возможно. Я больше не рекламирую другие YouTube-каналы. И дело тут не в цене. Знаете, так происходит. Один канал ты рекламишь, он сразу поднимается, не знаю, обгоняет чуть ли не тебя. А второй канал ты рекламишь, он стоит на месте. Получается, что ты деньги взял, а реклама никакой. Все равно это какая-то ответственность. Эту ответственность брать на себя я не хочу. Мне проще снять еще пару новых видео, чем задуматься о том, что вот я прорекламлю, пойдет ли, не пойдет, а если не пойдет, то что, да как. Поэтому я этим делом больше заниматься не буду. Вот. И по этому поводу мне не пишите. Мне опять положили три пары палочек. Конечно, очень приятно, но я опять же говорила, что я буду кушать одна. Ну, спасибо. Огромный просто ролл. Здесь осталось раз, два, три. Три ролла. Но я их доедать не буду. Если честно, я осталась голодная. Но мне хочется именно горячие. Такие есть можно, но я не получаю прям тот кайф от еды, когда кушаю именно горячие суши роллы. На этом, я думаю, будем закругляться. Спасибо вам огромное, что досмотрели это видео до конца. Обязательно подписывайтесь на мой канал iCook. Кстати, вот основная причина того, что я ничего не успеваю. Я еще снимаю видео для iCook. То есть, получается, раньше я снимала одно видео для канала Мукпанковского, а сейчас для кулинарного канала я также стараюсь снимать как можно больше видео. Поэтому, следовательно, я немножечко не успеваю в этом плане. Но я буду стараться выкладывать как можно больше. Если мое видео про макияж наберет 5000 лайков, то я и дальше буду снимать для вас про косметику. На этом все. Желаю вам удачного дня, приятного аппетита. С вами Блайка Эмили. Всем пока!